Эти добрые люди Галия вся разделена на три части, писал Юрий Цезарь. Одну из них населяют Белгию. От имени этих белгов и получила название нынешняя страна Бельгия. После римлян этими землями владели франки, бургундские герцоги, испанские короли, австрийские императоры и даже Наполеон Бонапарт. История Бельгии. У нас в гостях историки Алла Намазова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александра Хорошева. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра Хорошева. Окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор монографии «Внешняя политика Бельгии. Накануне и во время Первой мировой войны». А также более 20 работ по истории Бельгии. Алла Намазова. Окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Профессор Московского государственного университета. Автор трудов. «Бельгия. Эволюция государственности в 18-20 веках». И «Бельгийская революция 1830 года». Бельгия. Бельгия – небольшая страна европейская. Она имеет небольшое население, около 11 миллионов человек. И всего 30 тысяч квадратных километров площадь ее. Действительно, страну населяли в древности племена. Кельтские племена или гальтские племена кельтов. Которые делились на множество различных племен. Я не буду перечислять эти сложные названия. Но интересно, что они запечатлены в названиях улиц современного Брюсселя. Если вы попадаете в квартал, где расположены все важные здания, относящиеся к работе Европейского парламента и Европейского союза, то именно в этом квартале можно встретить названия улиц Треверов, кельтов и так далее, беловаков, аудуатоков и так далее. Белгии были одним из самых храбрых племен среди гальских племен. И в 1957 году, когда Гай Юлий Цезарь вместе со своими войсками вторгся в эти земли, то ему понадобилось 9 лет для того, чтобы покорить это храброе и славное племя белков. И затем в своих записках о Гальской войне Цезарь писал, что Белгия – это самое храброе племя, с которым ему приходилось когда-либо воевать. Позднее в завоеванной области была создана римская провинция Белгика, которая просуществовала примерно 5 веков в составе Римской империи. Фактически до распада со временем милицизма. Да, совершенно верно, до распада Римской империи. Затем в северную часть Белгики стали вторгаться германские племена – франков, саксов, фризов. И они постепенно отвоевали эти земли. Романизация Белгики проходила по-разному. Большие романизации бельгийские земли подверглись на юге. И там население этой провинции, восприняв латынь и смешавшись с римскими племенами, дало начало народности, волонской народности, которая и поныне проживает в Бельгии. А вот в северной части Белгики фризы, саксы и франки дали начало другой народности – фламандцам. Поэтому, не зная этих вещей, было бы трудно разобраться в тех процессах, которые происходят в современной Бельгии. Поэтому нужно обязательно обращаться к истории, к истокам истории. Бельгия занимает территорию, которая всегда была очень выгодна в географическом плане. Она находится на перекрестке важнейших торговых и экономических путей. И поэтому все ближайшие соседи с вожделением смотрели на бельгийские территории. И недаром на землях Бельгии проходили все важнейшие сражения, события. И между Англией, Францией, Испанией, даже находившейся достаточно далеко, и Германией, происходили сражения за территорию Бельгии. Именно этим объясняется то, что Бельгия так долго, в течение 17 веков, и даже больше, находилось под иностранным господством. После окончания римского завоевания, бельгийские земли вошли в состав бургундских герцогов, в состав Бургундии. И на этих землях, на этих территориях образовались несколько различных княжеств, графств, названия которых повторяются ныне в современных названиях провинции Бельгии. Но одним из крупнейших таких графств было графство Фландрия, которое занимало совершенно особое положение и было в особых взаимоотношениях как с Францией, так и с Англией. Дело в том, что Фландрия формально находилась под властью французского короля. Но по экономическим соображениям и торговым, Фландрия гораздо больше тяготела к Англии. И вот если взять события Столетней войны, которая, как мы знаем, началась в Европе в 1337 году, и мы знаем, что две основные причины были началом этой войны, это династические интересы, борьба за власть между Капитингами и Плантагейнадами. И вторая причина – это были территориальные притязания Англии. Англия имела давние намерения заполучить Фландрию, хотя Франция тоже не хотела отдавать этот лакомый кусок. Почему Фландрия тяготела к Англии? Это тоже надо объяснить. Дело в том, что фландерские купцы, особенно купцы Ипра, Гента, Брюгге, где были развиты сукнодельные мануфактуры, зависело от английской шерсти. Шерсть привозилась на материк, и складские помещения находились как раз в северной части континента. И Англии было очень выгодно иметь в качестве земли, которая была ей особенно дорогая и близка, Фландрию. Поэтому борьба за Фландрию между французским королем и английским королем приняла очень такой ожесточенный характер. Фландрия была провинцией, где очень рано развивались города. И вот от развития городов, такого раннего, очень многое зависело в последующей истории этой богатой области. Нужно сказать, что графство Фландрия, его образование восходит к IX веку, обладает своей неповторимой историей, и развивалось оно раньше других территорий, бельгийских. Располагалось оно к западу от реки Шельда. И действительно, оно формально относилось к... находилось зависимости от французского короля. Сначала от францкого королевства, затем от Франции. И очень рано в этом графстве стали возникать города. И, естественно, как сказала Алла Сергеевна, связь с Англией была очень важна для них. В частности, так сказать, расцвет и подъем начался со времени Вильгельма-завоевателя в 1066 году. Тут начали устанавливаться связи между Фламандским побережьем и Англией. Вильгельм I – завоеватель. Герцог Нормандии с 1035 года, король Англии с 1066. Усилив герцогскую власть в Нормандии, сумел создать сильное, хорошо обученное войско из тяжело вооруженных рыцарей и пехоты. Всего около 10 тысяч человек. С этими силами в сентябре 1066 года высадился на южном берегу Англии и вскоре в сражении у Гастингса разбил англосатсунские войска короля Гарольда, который был убит в бою. Став английским королем, Вильгельм I – завоеватель, осуществил централизацию политической власти. В годы правления Вильгельма I произошло несколько крестьянских восстаний, которые были жестоко подавлены. Нужно отметить, что в XIII веке города Фландрии развивается очень бурно. И многие города, точнее, около 60-ти вошли в так называемый союз Ганзу. Также вошли и в лондонскую Ганзу. Это 17 городов бельгийских и 7 французских участвовали в таком объединении. И из фландерских городов, назовем Брюкге, который стал становиться в это время как раз центром торговых кредитных операций. И, так сказать, таким перевалочным пунктом между Англией и Францией. И также дороги идут не только с севера на юг, но и с востока на запад. Но это немножко позднее. Позднее в Фландрии развивается Брабанд. Его, так сказать, расцвет приходится к 12 веку. И вот 12-13 век можно назвать веком, когда Бельгия превращается в маленькую мастерскую Европы. Здесь развиты сокноделие, виноделие и мануфактуры. Стекольная промышленность. Стекольная промышленность. И вот, действительно, как вы говорили, очень выгодное географическое положение. Оно еще со времен Карла Великого, со времен Францкого королевства, которое, так сказать, в Бельгии являлось ядром, вернее, бельгийской территории, ядром этого Францкого королевства. И многие города находились на скрещении торговых путей, путей паломников. И постепенно вот такая сеть дорог и судоходства по рекам Бельгии, а это река Шельда, река Мас. И путь, который вел из Брюги в Кёльн, также имел очень большое значение. То есть вот такой перекресток или балкон Европы, как называет Бельгию, наверное, нужно еще вначале уточнить, что мы говорим о бельгийских территориях, о Бельгии, которые пока еще не существовало, но тем не менее, чтобы каждый раз не оговариваться, вот называем эти территории бельгийскими. Герцогство Барабанское, оно развивалось несколько позже, как вы правильно сказали, в XI веке, Фландрия немножко раньше. Но вот Барабанское герцогство имело совершенно тоже особое положение. И в этом герцогстве очень рано, так же, как, впрочем, и в других городах, возникли первые конституции, или так их называли тогда хартии, которые определяли взаимоотношения горожан с их правителем. И вот одна из таких первых хартий была написана в 1356 году, она называлась «Радостное вступление», «Joyose entrez» по-французски. И в этой хартии совершенно четко прописывались права и обязанности каждой из сторон. И если, не дай бог, правитель нарушал эти права и, скажем, не защищал достаточно хорошо и активно своих горожан, сограждан, они могли в качестве протеста против него выгнать и перестать платить ему налоги, не подчиняться ему и так далее. Значение этой хартии до сих пор в Бельгии очень велико. Достаточно сказать, что вот когда женился последний, так, наследный принц Филипп в 2000 году, он согласно обычаям вот этого средневековой хартии обязан был войти, совершить радостное вступление в каждую из столиц провинции Бельгии. То есть настолько сильна традиция, до сих пор она четко выполняется. Ну, помимо Брабанта и Фландрии на этих территориях возникли и другие герцгства и графства. Эно, скажем, Лежское епископство, это было церковное, так сказать, государство, которое тоже входило в состав бельгийских провинций. И все они развивались достаточно успешно, достаточно активно. Но самый, пожалуй, бурный период, расцвет бельгийских провинций приходится на вхождение их в состав Бургундского герцгства. 14-15 века являются веками также и бурного расцвета культуры. Достаточно сказать о таком шедевре средневекового искусства, как поклонение волхвов или гетский алтарь, который находится в соборе Святого Бавона в Генте. Это прекрасное произведение, ради которого паломники совершают путешествие в Бельгию и непременно... Достаточно издалека. Да, достаточно издалека и непременно посещают. Я, например, ехал отсюда, не как паломник, а как турист. Ну, конечно, конечно. Эта картина стоит того, вернее, этот полиптих, полиптих, который сохранил вообще красоту и краски, хотя была реставрация не очень давно, но действительно это шедевр, равного которому нет. Вообще, Бургундский двор был очень пышным и об этом... Успешно конкурируем с французским, во всех отношениях, и культурным, и к политическим. Да, кроме того, герцогами был учрежден орден Золотого Руна, именно в это время высшая награда, переходящая по наследству. Считается, что, возможно, вот именно Руно, изображенное на этом ордене, оно восходит к, так сказать, занятиям, да, так сказать, промышленным бельгийцев, мануфактурой шерстяной, которую находились здесь, вот, возможно, по одной из легенд, именно восходит к этому факту, да, и периоду. Можно сказать, что период Бургундский для бельгийских земель это первый, как бы, процесс собирания, земель бельгийских, да, княжеств и графств по такую единую территорию, поскольку Филипп наследовал... Филипп Красивый. Да, Филипп Красивый наследовал владения Фландрии и Артуа, постепенно присоединяя к этим владениям и остальные, это и Номюр, это и Ино, и голландские территории, Зеландия, Голландия. Вот, в течение определенного периода это было сделано для именно бельгийских земель, потому что под, так сказать, скипетром бургундских герцогов были объединены эти территории. И далее уже после того, как в 1477 году по династическому, так сказать, принципу, да, причине перешли эти территории к Максимилиану I Габсбургу, будущему императору Священно-Римской империи, вот он уже получил такое вот ядро для, так сказать, которое уже будет называться Южными Нидерландами. Конечно, вот те территории, о которых мы все время ведем речь, они значительно больше, чем та территория, которую Бельгия сейчас занимает, потому что в эти территории входила еще часть французских земель севера Франции, да, поэтому они в средние века были гораздо обширнее территориально. Но, как вы совершенно правильно сказали, переход под власть испанских гаузургов означал для Бельгии, для бельгийских территорий совершенно новый период. И на этом, наверное, стоит поподробнее остановиться, потому что события, которые развернулись затем в середине XVI века, они тоже были очень знаковыми событиями именно для этих территорий, но не только для бельгийских, но и для нидерландских тоже, конечно. Дело в том, что испанские короли смотрели на Бельгию только, вернее, на бельгийские земли, так будет правильнее сказать, как на источник доходов, как на источник, который приносил значительные средства в казну испанскую. И поэтому, естественно, отношение было такое чисто потребительское. И, естественно, это отношение не могло не вызвать возмущения бельгийцев и возмущения нидерландцев, вернее, так это будет тоже правильнее сказать. И тем более, что как раз XVI век мы знаем, как век религиозных войн, как век, когда Франция была поглощена этими войнами в значительной степени, и Нидерланды, в которых начали развиваться и распространяться идеи протестантизма и кальвинизма. И поэтому и недовольство испанским господствами, испанским режимом, отношения к бельгийским провинциям, как к колонии. И, кроме того, идейные, так сказать, разногласия, все это не могло не привести к огромному взрыву, который, собственно, и произошел в середине XVI века, вернее, даже первое выступление относится к 1566 году. Это так называемые иконоборческие восстания в Нидерландах. Ну, что такое иконоборческие восстания, не надо объяснять. Это восстание против икон, это восстание протестантов, которые считали, что католичество... Церковь должна быть попроще. Да. Должна вести себя попроще церковь. Конечно, конечно. И быть попроще, и вести себя попроще. Да, и быть попроще, вести себя попроще. И нечего украшать в церкви огромным количеством икон, картины, и вообще нечего носить роскошные одежды, надо быть гораздо скромнее. Как первые апостолы. И вот как раз во время этих событий, иконоборческих восстаний, в Нидерландах, например, было разграблено и очень сильно пострадало пять с половиной тысяч церквей. Это было, конечно, огромный урон, огромный урон культуре Нидерландов. И в том числе и Генский алтарь пострадал как раз в эти дни. Но его, слава богу, успели зарыть в землю и спасти от окончательного, так сказать, уничтожения. И события, которые затем развивались в течение почти 80 лет, они в нашей отечественной стереографии вошли в историю как Нидерландской революции. Тогда как в западной стереографии их называют 80-летней войной. По-видимому, начиная от счет от 1566 года. И последняя точка это подписание Мюнстерского договора, Вестфальского договора 1648 года. Который завершил 30-летнюю войну. Да, который завершил 30-летнюю войну в Европе. 30-летняя война началась в 1618 году и закончилась в 1648. Один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны, за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Война окончилась Вестфальским миром, который имел большое международное значение. Границы европейских государств, установленные договором, в течение следующего столетия в основном сохранились. Был закреплен раскол Германии на протестантский север и католический юг. Вестфальский мир узаконил важные территориальные изменения. Франция получила Эльзас, Швеция – часть германских земель на Балтийском побережье, была признана независимость от Священной Римской империи, Швейцарского Союза и Республики Соединенных Провинций Нидерландов. В течение 80 лет действительно происходило так много и сражений, и были казнены очень многие еретики по распоряжению испанского монарха Галтбурга. Поэтому события Нидерландской революции таковы, что на них надо особо остановиться. Кровавый герцог Альба, который был прислан Филиппом Вторым в Нидерланды. Испанским. Да, испанским, естественно. Нет, ну просто на всякий случай, чтобы уточнить. конечно. Его деятельность вызвала еще больший упорный протест против политики испанского короля. В ответ на вторжение, в ответ на приход испанской армии во главе с кровавым герцогом Альбы в Нидерландах возникло партизанское движение. Геозы, которые были и морские на морях, и лесные геозы, которые сражались против испанских войск. Возглавил эту борьбу нидерландского народа против испанского господства человек, который вошел в историю и как основатель ныне правящей династии в Нидерландах Вильгельм Аранский. Он оказался довольно случайно был вознесен на это высокое место, потому что сам он был довольно скромного происхождения из Диленбургского герцогства, но его родной дядя, имевший титул принца Аранского, неожиданно в 25 лет погиб во время одного из сражений, и по завещанию он передал все свои и титул, и огромные богатства, и земли, которыми он владел, своему племяннику, 11-летнему мальчику Вильгельму Аранскому. Итого, после такого неожиданного счастья, сразу же привезли в Брюссель и стали воспитывать в католическом духе, готовя из него преемника, так сказать, наместника испанского короля. Воспитывать его стали в католической вере. Но Вильгельм Аранский происходил из семьи протестантской. его отец и особенно мать были представителями совершенно другого направления христианства и протестантизма. И он находился все время между двух религий. С одной стороны, он должен был бы воспитываться и, так сказать, соглашаться со всеми теми доводами и принципами, которые ему внушались при дворе в Брюссельском, а с другой стороны он не мог отойти от тех принципов, тех воззрений, которые ему внушали с детства в семье отцом и особенно матерью. Но он был человек чрезвычайно патриотически настроенный, и когда он вошел в возраст уже такого совершеннолетия, он решил возглавить борьбу нидерландского народа против испанских завоевателей. И на свои деньги, собственные деньги, которых у него теперь было достаточно, он вооружил армию, купил для рыцарей необходимое обмундирование, доспехи, снаряжение, конечно, и возглавил этой борьбой. Нужно сказать, что он возглавил не только народное движение, но существовала еще дворянская оппозиция, это граф Эгмонте и адмирал Горн, вельгийские герои, которые были казнены в 1568 году на площади Брюсселя, такое событие печальное, сейчас есть памятник Брюсселя этим двум героям, оппозиция была достаточно мощной и собственно причины, по которым восстали были экономические, как вы правильно сказали, и политические, потому что Филипп II совершенно допускал беспрецедентные так сказать налоговые поборы с южных Нидерландов рассматривая как вы говорили территорию исключительно как такую территорию поставляющую финансы и для военных походов Филиппа II и вот единовременные налоги достаточно высокие 3 миллиона флоринов сопровождавшие идущие параллельно с ежегодными которые должны были ватировать генеральные штаты бельгийских провинций естественно это вызвало немалое возмущение как генеральных штатов так и всего народу и поэтому оппозиционное движение было очень широким и массовым но нужно наверное разграничить все-таки территории Южной Нидерланды и Северной как вот во время Нидерландской революции все-таки их пути пошли вот мы еще к этому вернемся я просто еще хотела добавить чтобы закончить сюжет с Вильгельмом Иранским поскольку яркая такая фигура яркая личность и наверное стоило бы сказать о том что конечно он раздирался противоречиями между католицизмом и протестантизмом но все-таки душа его больше лежала так сказать к протестантизму и Филипп второй который понимал что справиться с Вильгельмом Иранским ему очень сложно такими обычными способами когда он начал открыто подстрекать фанатиков к убийству Вильгельма Иранского потому что он таким пользовался невероятным авторитетом среди своих так сказать своего окружения поэтому на Вильгельма Иранского в 80-е годы уже 16 века было совершено несколько покушений очень серьезных но все они к счастью заканчивались более-менее благополучно но в 1584 году Филипп второй опубликовал просто в газете открытый призыв к убийству завуалированному убийству Вильгельма Иранского в этом письме он писал что тот человек который избавит нас от Вильгельма Иранского будет награжден и награжден очень сильно и вот нашелся такой человек по имени Бальтазар Жера который хитростью проник в дом Вильгельма Иранского прикинувшись протестантом хотя он был конечно католиком католиком он выстрелил Вильгельма Иранского отравленными пулями и тот через несколько часов скончался а убийцу поймали он просто действовал по указке Филиппа Второго прочитав вот этот открытый призыв к убийству Вильгельма Иранского он значит решил его исполнить его тут же схватили судили и приговорили к четвертованию но зато семья его получила и дворянские титулы и земли и огромные награды в виде денежных сумм поэтому вот так обошлись с убийцей Вильгельма Иранского но зато имя Вильгельма Иранского навсегда записано в скрижале истории и он считается одним из таких почитаемых людей и до сих пор его авторитет огромен вы правильно совершенно Александра Олеговна сказали что действительно эта революция по-разному проходила в северных и южных Нидерландах в южных то есть бельгийских в северных нидерландских и цели и задачи у нее были разные если в северной части Нидерландов большее распространение имел протестантизм то южные все-таки сохраняли католическое вероисповедание и они больше тяготели к испанскому королю поэтому Аррасская уния которая была заключена в 1579 году она означала фактически возвращение этих южных провинций под власть испанского короля а вот северные провинции начали самостоятельную жизнь и они отделились от Испании и была провозглашена республика соединенных провинций Нидерландов окончательно ее так сказать утверждение в качестве самостоятельного государства республиканского было как раз произведено в 1648 году с 1648 года официально республика соединенных провинций Нидерландов стала иметь такое самостоятельное существование 1648 году еще во время революции нидерландской был период когда они все-таки еще находились вместе и свидетельство об этом генское умиротворение когда было признано что в южных провинциях сохраняется католицизм а в северных кальвинизм но при этом они продолжают борьбу но потом пути уже разошлись окончательно связанно с тем что наступали испанцы один за другим брали города и Брюссель соответственно большая часть южных Нидерландов оказалась в руках испанцев и страна была поделена Брюссель столица Бельгии известен 794 года во второй половине 12 века Брюссель стал одним из главных экономических центров герцогства Брабан здесь сначала находилась резиденция герцогов Брабанских позднее тут располагалась резиденция наместников испанских габсбургов вспыхнувшая в ходе нидерландской буржуазной революции 16-го восстания в Брюсселе 4 сентября 1576 года покончила с испанским господством на юге страны но вскоре Брюссель был вновь захвачен испанскими войсками Брюссель был главным центром Брабанской революции а затем Бельгийской революции 1830 года после победы которой город стал столицей вновь образованного государства впервые получившего независимость королевства Бельгии после окончания этих событий трагических событий Нидерландской революции бельгийские то есть южные Нидерланды затем после войны за испанское наследство в 1713 году вошли в состав империи других Габсбургов на сей раз это уже была Австрийская империя в 1713 году был заключен мир в Раштате и в 1714 Утрехтский мир по которому на 80 лет южные испанские Нидерланды были переданы под власть австрийской монархии и вот этот это новый период для бельгийских провинций который тоже в общем-то отличался таким же скверным отношением со стороны властей к народу да и к народу но все-таки все-таки надо сказать что австрийская императрица Мария Терезия очень мудрая императрица считала что для того чтобы доить южные провинции нужно их еще и развивать как следует да поэтому при ней все-таки были построены и новые мануфактуры и заводы и тут простите мануфактуры и была открыта академия наук были открыты множество гимназий то есть для просвещения бельгийского народа французской австрийской императрицы Мария Терезия сделала довольно много и не случайно в здании академии наук висит ее роскошный портрет который свидетельствует о том пиетете и уважении которые бельгийцы к ней питают и до 1780 года пока Мария Терезия правила совместно со своим сыном Иосифом II все шло в общем довольно мирно бельгийские провинции входили в состав этой империи но сидели тихо и не особенно протестовали но с приходом к власти Иосифа II все кардинальным образом изменилось Дело в том что Иосиф II это вообще-то одна из таких сложных противоречивых фигур 18 века просвещенный монарх стремившийся сделать многое для своей страны и безумно боявшийся не успеть завершить те реформы которые он себе наметил и действительно когда читаешь какие-то книги статьи об Иосифе II поражаешься той неуемной энергией которая которая был охвачен в проведении вот этих реформ основной целью Иосифа II было привести к общему знаменателю те провинции которые в общем-то бельгийские провинции находились и далеко от Австрии да они были совершенно в другом конце можно сказать Иосиф II совершенно не понимал бельгийцев которые издавна со времен средневековья имели какие-то свои привилегии какие-то свои хартии вольности вольности которыми они очень дорожили и они не хотели с ними расставаться а Иосиф II решил что надо сделать эти провинции такими же какими были все остальные провинции его огромной многонациональной империи и он стал проводить реформы сразу в трех направлениях побывав предварительно в Бельгии он съездил в Бельгию он посмотрел так сказать близко понаблюдал что собой представляют эти провинции он решил что да вот ее нужно реформировать ее нужно сделать такой же как все остальные провинции австрийские и была проведена административная реформа то есть решили причесать и создать те же самые органы управления органы власти какие были в других областях австрийской монархии были проведены реформы в судебной области то же самое и наконец в церковной то что вызвало наибольший наибольший протест у бельгийцев в 1781 года был принят дикт о вероотерпимости что означало что католицизм не является единственной религией были за было принято по всей Австрии так что это не только исключено было ну да конечно а бельгийцы отреагировали очень бурно на это отреагировали потому что им казалось это не совсем таким разумным потому что католицизм для верующего это так сказать религия которую он признает которую он поклоняется и когда все остальные приравниваются то это конечно вызвало бурный протест кроме того еще были закрыты семинарии были закрыты монастыри в которых привыкли воспитывать дворяне и высшее общество своих детей и куда надо было ехать учиться тогда и стали ездить во Францию а свои монастыри уже так сказать были были закрыты и вот эти все эдикты или указы Иосифа II вызывали бурный совершенно такой открытый протест среди бельгийского населения причем всех слоев бельгийского городское население в том числе поскольку были цехи лишены своих прав на ремесло ремесленники так называемые метризы были отменены цеховое цехи были так сказать стали принадлежать государству вот такое национализирование национализирование да кроме того административная реформа касалась тоже в Бельгии была поделена на округа округа а до того это были провинции в общем полностью унифицировать и централизовать свое государство он стремился Иосиф II ну вот да но не успел а чем занимаетесь в это время продолжали первобыт ну как первобыт средневековый конечно очень развивалась стекольная промышленность металлургия в этот момент предметы роскоши кружева кружева а вы знаете если вы были в Бельгии я так понимаю вы видели Гранд Пляс конечно и видели эти гильдейские дома которые представляют собой мы для зрителей давайте поясним Гранд Пляс в Брюсселе да Гранд Пляс в Брюсселе одна из красивейших площадей мне кажется что самая красивая площадь в Европе Гранд Пляс на которой можно видеть вот как раз дома ремесленников занимавшихся самыми различными ремеслами там есть и бочарники там есть и металлурги там есть и текстильные сукноделы то есть все те отрасли ремесла которые в это время развивались вот на Гранд Пляс каждая корпорация считала своим долгом иметь вот домик пусть в одно окошечко или там в два окошечка но свой дом на этой замечательной красивой площади так что вот этим цехам не понравился указ да не понравился потому что они хотели по-видимому они считали что их ущемляют ущемляют там продлили согласно новым указам продлили время ученичества потому что каждый мастер имел в своем распоряжении количество учеников ограничили учеников ограничили это все свидетельствовало о наступлении на права ремесленников с которыми конечно они не хотели мириться поэтому в Бельгии в бельгийских провинциях возникло широкое оппозиционное движение не только снизу не только среди неимущих классов ремесленники это уже горожане и и дворянская позиция тоже самая возникла против эдиктов иосифа второго когда ближе к 1787 году иосиф понял что он перегнул палку он решил отменить некоторые указы некоторые дикты которые вызвали такую бурную реакцию у бельгийского населения но было уже поздно в 1787 году начались первые выступления открыт открытые выступления против австрийского господства и они начались задолго до начала французской революции а уж когда бастилию взяли в париже то здесь в бельгии это подтолкнуло к более решительным действием события во франции подтолкнули к более решительным действием бельгийских повстанцев и в брюсселе почему собственно говоря именно в брюсселе произошли эти события ну конечно все-таки столица барабанта столица бельгийских провинций где было множество людей образованных представителей просвещения которые знали хорошо очень и французских просветителей и английских просветителей и среди бельгийцев мы уже видим своих собственных просветителей в виде верлоя например он был очень близок к французским просветителям и возникает вот это широкое оппозиционное движение против австрийского господства два предводителя два лидера поделяются среди дворянской оппозиции это адвокат Ван дер Ноут Анри Ван дер Ноут и тоже адвокат Жан-Франсуа Вонг вот эти два человека возглавили оппозиционные движения и уже стали склоняться к открытому выступлению с тем чтобы выгнать из Брюсселя сначала из Брюсселя затем из всех остальных бельгийских провинций австрийские войска и вот что касается событий Брабанской революции о которой я сейчас говорю здесь тоже нам крупно повезло потому что в архиве внешней политики Российской империи хранится очень богатая коллекция документов касающихся именно этих событий это переписка русского генерального консула Эоганна Фациуса с российским министерством иностранных дел в письмах Фациуса которых примерно полторы тысячи за 10 лет его пребывания на своем боевом посту в Бельгии вот эти письма совершенно потрясающий источник в котором описываются события этой прабанской революции вы знаете необыкновенно интересно сидеть в архиве читать эти письма написанные в то время в конце то есть он был современник этих событий писал эти письма по непосредственным своим впечатлениям от того что он видел своими глазами и письма и письма передают его настроение его состояние духа его страх постоянный страх потому что он дрожит и думает когда же ему наконец разрешат уехать отсюда потому что он не знает выживет его семья а у него было шестеро детей трое сыновей и три дочери или их повстанцы их убьют уничтожат и так далее так что вот такие вещи как дипломатическая переписка это конечно бесценный источник который вот нам позволяет писать наши сочинения и исследовать те или иные события вот по непосредственным таким документам события барабанской революции были фактически второй попыткой бельгийского народа получить независимость первая попытка но неудачная как мы уже говорили в нидерландском во время нидерландской революции 80-летняя война да 80-летняя война и вот это была уже реальная попытка обрести независимость потому что повстанцы действительно изгнали австрийскую армию австрийцы ушли из бельгийских провинций они отошли так сказать на свою территорию и 11 января 1790 года были провозглашены бельгийские Соединенные Штаты республика еще бы хотелось уточнить почему бельгийские и что именно в этот период период барабанской эволюции появляется термин бельгийский по-французски бельжик это прилагательное которое впоследствии станет собственно названием самого государства вот именно в этот период возник такой термин и чаще он употреблялся именно он поэтому вот такое название бельгийские Соединенные Штаты это что называлось это республика Лезетта Юни Бельжики то есть Бельгийские Соединенные Штаты я думаю что конечно здесь можно проследить влияние событий американской революции но только там Соединенные Штаты Америки здесь Бельгийские Соединенные Штаты вообще влияние событий войны за независимость и революции кто как ее называет были конечно очень сильно ощущались в Европе вот в частности в событиях Брабанской революции они безусловно нашли свое отражение вот в названии этого нового государства война за независимость в Северной Америке освободительная война 13 английских колоний против господства Великобритании началась в 1775 году и закончилась в 1783 в ходе войны было создано независимое государство Соединенные Штаты Америки в 1776 году была принята Декларация независимости США американская армия в союне 1775 во главе с Джорджем Вашингтоном одержала решительную победу у Саратаги в октябре 1777 затем и у Йорктауна в октябре 1781 по Версальскому мирному договору 1783 года Великобритания признавала США суверенным и независимым государством и отказывалась от всех претензий к ним в будущем В декабре 1790 года австрийцы вновь вошли в бельгийские провинции вошли в Брюссель и было реставрировано австрийское господство то есть Брабанская революция потерпела поражение но вот этот год независимого существования имел конечно для бельгийцев очень важное значение и только через 40 лет спустя 40 лет в 1830 году Бельгия наконец получит независимость поражение оно еще было связано и с тем что внутри самого революционного лагеря наблюдался раскол партия Вонка стремилась к так сказать к республике да к самостоятельности у Вандернота усматривались влияния монархические он даже не был против реставрации австрийского господства в какой-то в какой-то момент то есть разность их мнений на будущее Бельгия на присуток и тот и другой рассчитывали действительно на помощь извне но ни одно из государств на которые конечно они вправе были рассчитывать что им помогут справиться с австрийским с австрийской армией никто не откликнулся и они были предоставлены сами себе и вот в результате всех этих и противоречий и отсутствия помощи извне эта революция закончилась поражением но Леопольд II который вслед за Иосифом II на престоле австрийском он надо сказать все-таки вернул кое-какие вольности и привилегии бельгийским провинциям да то есть восстановил как бы порядок существовавший до реформ Иосифа II таким образом пытаясь и умиротворить и усмирить и даровать так сказать спокойствие этим странам Иосиф II умер в 1790 году как раз во время этих событий причем совершенно молодым довольно человеком и его брат который наследовал корону австрийской империи вот он уже оказался более более таким человеком понимающим по крайней мере вы совершенно правильно сказали что он понимающим бельгийцев и он оказался более благоразумным правителем вот ну а после реставрации австрийского господства наступает опять новый период опять новые хозяева появляются у бельгийцев на сей раз это уже французы и начинается 20-летний период последний период перед созданием нового государства период французского господства да французский период также оставил на себе на бельгийских провинциях глубокий след потому что естественно французская революция привнесла свои новшества эволюционные это введение гражданского кодекса это множество так сказать положительных фактов но кроме того были и отрицательные это введение французской денежной единицы совершенно непопулярной в Бельгии это дополнительные налоги это рекрут в французскую армию а бельгийцы надо сказать не очень охотно рекрутировались несмотря на то что французской армии было 25 бельгийских генералов дослужившихся до звания генералов но тем не менее бельгийцы всячески противились рекруту в армию убегали и в 1798 году даже произошла так называемая крестьянская война то есть крестьяне спорадически но тем не менее очень активно противостояли французам но нужно сказать что все-таки французы способствовали развитию этого региона в экономическом плане потому что порт Антверпен был очень важен для Наполеона так же как и порт Остенде который он посетил и посещал неоднократно Бельгию осматривая и планируя строительство новых фортов укрепления естественно рассматривал бельгийское побережье как плацдарм для борьбы с Великобританией но тем не менее история шла своим чередом и к 1813 году бельгийцы оказались уже в вихре так сказать тех событий освободительных освободительных войн европейских мы можем еще один очень интересный момент здесь осветить это последнее сражение Наполеона Бонапарта которое происходило на земле Бельгии в 15 километрах от Брюсселя на поле Ватерлоу и сейчас мы знаем там есть замечательный памятник этому сражению огромный холм насыпной такой холм который имеет очень правильную такую конусообразную форму наверху этого холма стоит статуя льва лев это олицетворение свободной Бельгии и лев смотрит в сторону Франции и у подножия холма панорама этого сражения на Ватерлоу после поражения Наполеона как мы знаем в Вене собрался конгресс конгресс великих держав которые решали судьбу его империи но мы не будем этот конгресс он сыграл решающую роль в истории Бельгии в общем-то не такую как последующие события но все-таки именно поворотным моментом был этот Венский конгресс на Бетаминском конгрессе его роли в истории Бельгии мы будем говорить в следующей нашей программе потому что сегодня наше время к сожалению истекло я хочу пока попрощаться с нашими гостями поблагодарив за очень интересную беседу а с вами уважаемые телезрители мы увидимся совсем скоро вновь совершая путешествие в историю в поисках истины до встречи субтитры и субтитры